Добрый вечер уже мы телезрители в эфире программа на связи с муниципальной властью как всегда по средам мы с вами общаемся что происходит у нас в городе что наша власть делает или может не делает вы задаете свои вопросы в прямом эфире телефон вы будете периодически видеть на своих экранах можете позвонить задать гостю студии а перед тем как мы начнем я представлю гостя мне хотелось бы обратиться к каждому из вас пожалуйста скажите своим знакомым те кто нас еще не смотрит чтобы тоже присоединялись к нашим скажем так как он нашей аудитории потому что вот буквально сегодня у нас вышел жалко жаркий спор на тему того что власть как бы закрыта мы уже год как вы знаете даже больше года в принципе стараемся освещать ее деятельность по мере своей по мере возможности ну и так сегодня у нас гостях заместитель городского головы мокротыч мокротычан я правильно выговорил к сожалению очень сложное имя непривычное ну давайте с вами для начала познакомимся вы новый человек городе ну достаточно мало людей его знают вы заняли в принципе одну из таких ключевых постов городской власти расскажите о том откуда вы как как какой был ваш трудовой путь и как вы оказались в николаеве ну и закончите планами относительно своей работы добрый день уважаемые друзья я работаю заместителем городского головы николаева со 2 марта это совсем недавно до этого я занимал разные должности в херсонском городском исполнительном комитете последняя должность я был в течение последних пяти на протяжении пяти лет начальником управления коммунальной собственности так получилось что предложили мне должность заместителя городского головы я решили не отказаться и городской совет поддержал и сейчас мы будем делать все чтобы оправдать оказанное доверие какие какие планы на вашем поприще ну то есть у вас как бы незамыленный взгляд как бы да вот его очень большая проблема собственно говоря ну тех чиновников которые уже работают николаеве за зачастую заказать как пословица за деревьями леса не видно у вас незамыленный взгляд как какой вы считаете какие первоочередные задачи вы перед собой ставите что нужно что необходимо сделать николаеву чтобы его сделать лучше не знаю там комфортный смотрите кроме вот технических вопросов основные задачи связаны с экономикой обеспечения нашей жизнедеятельности есть много много разных вопросов почему именно происходит много аварии там выходит из строя инфраструктура и так далее там подобное мы привыкли что мы должны содержать вот все что существует в таком виде как она была и долгое время все так происходило и бюджетные поступления были на таких уровнях что еле-еле хватало на критические ремонты но мы понимаем что когда мы такими темпами ремонтируем финансируем нашу критическую инфраструктуру но приходит и негодность и все эти объекты имеют граничный срок эксплуатации когда-нибудь придет время когда такие критические объекты перестанут существовать поэтому основные задачи которые связаны с обеспечением жизнедеятельности это именно экономика мы должны понимать прогнозировать наши будущие доходы мы должны иметь план управления активами каждый горожанин мы сейчас кстати проведем такую работу должен понимать сколько стоит ему в год содержать его дороги каждый горожанин будет знать сколько стоит иметь красивые деревья и и так далее и тому подобное и мы то есть откройте расходную часть города я правильно понимаю об этом идет речь речь идет о том что прогнозировано должно быть вот мы должны понимать что мало того что мы все строим все сделаем красиво это все требует содержание вот практика показывает что больших инфраструктурных объектах стоимость строительства всего лишь 20 процентов от стоимости вся остальная стоимость это ремонт и содержание поддержка в рабочем состоянии поэтому мы можем одновременно строить очень много красивых объектов а потом окажется что у нас не хватает денег не хватает денег на их содержание если перевести на бытовую можно покупать на последние деньги самые дорогие автомобили а потом окажется что не хватает деньги на элементарное техническое обслуживание там горючее и так далее и тому подобное поэтому прежде чем приступить к таким проектам мы для себя устанавливаем уровень сервиса уровень услуг и планируем сколько это стоит и под это планируем бюджет финансирование инвестиции и мы будем стараться такой подход спасибо у нас есть первый звоночек добрый вечер вы в эфире слушаем вас здравствуйте я хотел спросить по такому вопросу дом седорчука 14 ниоткуда не ходил не писал ни уже не даже департамент течет крыша никто ничего не делает я прошу вас не вне не вешайте трубку если можно чтобы режиссер записал ваш контактный номер телефона ну и ваш ответ я думаю что то принципе надо вы изучать вопрос я так понимаю смотрите не вот по этим вопросам есть однозначная ситуация однозначное мнение городских органов которые не всегда удобно но слышать но мы все равно его озвучим все многоквартирные дома это является частной собственностью коллективная частная собственность многих людей следовательно люди несут ответственность за содержание и мы знаем что движение в сторону создания общества совоздирации и управляющих компаний все рано или поздно придет к тому что каждый житель будет понимать сколько стоит содержать вот тот или иной объект недвижимости в том числе многоквартирный дом но мы понимаем что этот переход будет длинный люди привыкли что за все отвечает городская власть поэтому город пока если ну не снял такие обязательства у нас существует определенная программа определенное бюджетное финансирование на ремонт в том числе крыш но мы понимаем что бюджетный ресурс ограничен и но объекты которые требуют ремонта их объем ну не соразмерно больше поэтому мы для того чтобы рассмотреть тот или иной объект первую очередь за рассматриваются те объекты которые находятся в кричит в критическом состоянии потом после того как мы уже пересчитываем бюджетные финансы рассчитываем возможности бюджета то мы можем себе позволить уже рассмотреть объекты которые ну допустим не не настолько критичны понятно что мы бы в идеале хотели бы одновременно сделать все ремонтные работы и забыть об этом но общественного ресурса в виде наших бюджетных денег не хватает кстати очень активно работает депутатский корпус все объекты которые включены в списке планы это несколько раз проговорены на комиссиях депутатские фракции объединения предлагают эти объекты поэтому действительно мало ресурса но очень много объектов и вот таким путем диалога исполнительных органов и депутатского корпуса определяется приоритет и работы ведутся согласно этим приоритетом ну я бы все-таки хотел бы но все-таки не зря мы сделали такую программу до в этом формате я вам после передачи этот адрес передам и уточните что с ним вообще если он в планах что с ним происходит и я надеюсь что вас наш зритель телефон свой оставил и собственно будет контакт ну можно будет связаться что ж есть две злободневных темы одна злободневная тема это газовые счетчики к сожалению ну учитывая последние последние тенденции медиаполя у нас иногда с ног на голову ставят какие-то определенные вещи используя этого это в политике вы можете рассказать что что этот на что это за история сейчас с этими счетчиками как какие счетчики будут устанавливать не будут устанавливать за чей счет и так далее что что и что это вообще за такая вот шумиха которая поднялась вокруг этих счетчиков я хочу вам сказать что этот вопрос я изучил очень глубоко на все юридические аспекты я специально был в нкр и это национальная комиссия который регулирует взаимоотношения в сфере газоснабжения в том числе мы подняли все документы связаны с николаев газом и у нас есть полная картина что происходит действительно предыдущий менеджмент который присутствовал на предприятии очень безответственно относился к своим инвестиционным программам и вот наряду с другими организациями которые своевременно устанавливали счетчики при другие приборы учета по их инвестиционным программами сегодня не имеют никаких проблем николаев газ по рейтингу находится в самом последнем месте критическая ситуация именно вот с организации николаев газ они на сегодня выполнили план установки счетчиков на 11 процентов мы все знаем что принят закон очень жесткий что на 1 0 1 восемнадцатого года если абонент будет без прибора учета любого это или общедомового или индивидуально он будет отключен от газоснабжения следовательно законодательство которое регулирует учет газа предполагает что этот прибор учета может быть как индивидуальный так и общедомовой но эти правила в разрезу других законодательств в частности прав потребителей и других в целом сегодня у нас ситуация когда мы можем как я уже говорил шантажировать друг друга до последнего пока мы дойдем к этому сроку и окажется что значительная часть наших граждан подпадает под действие закона без газоснабжения и тогда нам трудно будет объяснить что городская власть в этом не виновата или газоснабжающая организация в этом не виновата будет просто неважно кто виноват поэтому городским городскими властями хотя это ни в коем случае не является компетенцией ни городского совета не исполнительных органов принимается сейчас предлагается паллиативное решение как можно выходить из ситуации практика показывает что когда ставится общий дома на счетчики общедомового учета то в целом примерно такое же потребление или меньше как по нормам считается но тут критический вопрос когда вопрос справедливости распределяется вот разница между индивидуальными счетчиками общедомовыми счетчиками распределяется на количество людей и там есть у нас бывают на ситуации когда прописаны нам много больше людей чем проживает или какие-то отдельные наши граждане приборы которые предусмотрены для приготовления еды так сказать кирпичи греют есть такие ситуации и тогда получается девиация и люди платят больше чем норма поэтому мы встретились с представителями николаев газа у нас есть предложение который если поддержит городской совет будет выглядеть следующим образом на сегодня у нас мораторий на установку на общедомовых счетчиков мы договорились что можем предложить городскому совету снять мораторий при условии что жестко в договорах которые будут заключены нашими жеками с газоснабжающей организации будут записаны что до 1 0 1 18 года эти общедомовые счетчики будут работать для статистики и людям не будет начисляться расчеты по этим счетчикам и когда мы будем до этого времени иметь подробную статистику у какого гражданина жилца дома увеличилась потребление расчет как было до как стало после и мы уже можем смотреть точечно где городская власть может вмещаться чтобы восстановить справедливость и скорее всего это будут исключительные случаи и мы будем уже ну ориентироваться на депутатский корпус и искать приоритет и кому устанавливать с одной стороны сразу возникает мысль что скорее всего надо поддержать тех кто социально незащищенные с другой стороны когда мы смотрим на этот вопрос получается что люди которые именно социально незащищенность которых подтверждено тем что они получают субсидии когда поменяется счет на газ у них увеличится просто субсидии и поэтому тут тонкий момент где мы должны такие сфере звери правильное решение принимать чтобы не один наш гражданин который не может себе позволить такие счета не заплатил больше чем следует спасибо у нас есть звоночек добрый вечер в эфире слушаем вас алло да 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 говорите я хотел бы узнать по поводу уборки проспекта Корабелова от Октябрьского проспекта до океана там проезжаешь но я прохожу постоянно там такой бардаш творится куча мусора куча листьев там невозможно вычислить что творится это бардаш они в центре спасибо большое ну ваши комментарии действительно есть недовлетворенное состояние которое ну отчасти связано с тем что районные администрации района вовремя не смогли провести тендерные процедуры заключить договора но мы уже провели соответствующее совещание у нас есть жесткий график проведения соответствие чистоты и порядка в наших особенно магистральных местах все это связано ну в том числе в рамках подготовки к праздникам пасхи и последующих я думаю что ближайшее время наши горожане увидят ошутимую разницу как все будет ну от себя еще хочется добавить сейчас мы сейчас одну секунду попрошу подождать нашего телезрителя от себя еще хочется добавить чисто не там где убирают а там где не сорят это многократно уже было замечено я по себе просто замечаю как по утрам бедная уборщица там вот дворник у нас у меня во дворе убирает просто огромные кучи мусора которые накидали ну явно не инопланетяне а мы с вами к сожалению что ж у нас есть звоночек добрый вечер в эфире слушаем вас добрый день значит от 1 квитня вводится банк плата за газ возьмите будь ласка это что новая дирога спасибо абон плата за газ это тоже немаловажный вопрос вопрос который сегодня нам уже окончательно как нам сообщили принят трудное решение которое никак не находится вот в компетенции из органов местного самоуправления мы на это не не давайте это сделаем помогу сделаем наши зрители пояснение что это за абон плата за что она будет заниматься с кого в каком объеме если я не специалист по этим вопросам но имеется ввиду что каждая квартира будет платить фиксированную стоимость за право скажем так иметь газоснабжение ну это помимо того что еще будет счет за газ реальное потребление считаться это же это типа мы будем оплачивать сами грубо говоря систему газоснабжения плюс сам газ покупать ну расчеты которые предоставляются нкр и вроде бы газораспределяющие организации показывает вот стоимость которая необходима для содержания всех этих газовой инфраструктуры в рабочем состоянии потому что действительно если когда выйдет со строя вот все это вся эта инфраструктура то действительно не будет газоснабжение в целом я раньше это финансировалось бюджет насколько понимаю мы знаем что у нас в газовой сфере рыночных отношениях практически не было и сейчас есть мнение что все это должны должны быть рыночные отношения поэтому правительство верховный совет на уровне законопроектов и принятых законов динамично регулирует эту отрасль мы просто не успеваем тоже реагировать но я думаю что будут новые реалии будем думать как поддержать тех наших граждан которые не будут иметь возможность платить такие счета спасибо есть еще один вопрос у нас там не так много времени осталось программа поэтому если кто хочет еще задать вопрос сейчас мы выслушаем нашего телезрителя добрый вечер в эфире слушаем вас добрый а индивидуальные счетчики разрешают ставить на газ всего более того обязан каждый абонент обязан иметь индивидуальный счетчик ну то есть я имею я так понял что вопрос а марата моратория нет на установку индивидуальных моратория связано с тем что с целью экономии газораспределяющие организации и нкр и которые им разрешают это делать или не делать для того чтобы экономить деньги они ставят не индивидуально ставят по домовые как мы говорили по ценам для всей нашей страны если до устанавливать все индивидуальные приборы это около пяти миллиардов гривен а если они будут ставить приборы по домовые то это около 220 миллионов гривен поэтому тут серьезный экономический ресурс который дает такие результаты спасибо у нас есть еще один звоночек слушаю добрый вечер в эфире слушаем вас добрый добрый вечер добрый у меня такой вопрос неужели никто не видит по центральному проспекту старое здание разрушенное здание дор машины неужели нельзя закрыть как-то эти трущобы это позор в город центральный проспект города спасибо большое за вопрос ваши комментарии хотя хочется говорить что это не компетенция городского совета но все равно мы должны принимать решение которое но вы знаете не так быстро принимаются эти объекты недвижимости находятся в частной собственности люди не смотрят за ними допустили вот такое состояние но для того чтобы разобраться с этими объектами именно за счет городского бюджета но необходимо принимать ряд сложных решений поэтому если не будут если все будет продолжаться как есть и мы проведем соответствующий градостроительный анализ который покажет что город может использовать для общественных нужд и эти объекты и соответствующая городостроительная процедура по которым мы можем взять объекты недвижимости и использование землю но мы должны будем им компенсировать ту стоимость которую они стоят ну то есть собственно говоря если говорить уже о центральном проспекте вот ну вот сам в самый конец это ближе к херсонскому шоссе если ехать к херсонскому шоссе с левой стороны там очень много полуразвалившихся частных домов ну за городской счет их делать ну наверное нет смысла и собственно говоря это наверно вызвало бы очень сильную реакцию наших депутатов и городской власти если если такой даже такая идея у кого-то возникла бы в голове и буквально вот две две минуты у нас осталось и мне есть еще один очень важный вопрос который касается каждого я думаю я уверен что наши телезрители с интересом послужит ваши комментарии по поводу тарифов на воду очень много тоже очень много сейчас идет очень яркое живое обсуждение этой этой тематики о том что вода у нас дорожает и так далее мы говорили с александром федоровичем в одной из в одной из наших программ в рамках этого эфира он об этом упомянул ну детали собственно говоря это наверно к вам вот ситуация стоимостью воды наверное важная но у нас по водоснабжению действительно в городе намного серьезнее есть вопросы как вопрос допустим водоснабжения микрорайона варваровка двадцать первом веке люди не имеют центрального водоснабжения вода водоотведения в их домах каждый каждая семья платит 400 800 гривен чтобы выкачивать воду которая остается и одна бочка воды стоит до 300 гривен и когда мы видим вот как люди организовывают свой быт мы понимаем что действительно это все стоит много денег так и связано с тарифами нашего водоканала да да они предоставили расчеты которые тот же орган который мы сегодня упоминали несколько раз нкр утвердил и них я надеюсь что возникнет ресурс которые они будут инвестировать в поддержание наших сетей и для финансирования таких перспективных проектов как я говорил вот мы сегодня я дал жесткое поручение нашей организации водоканалу в течение месяца они все разрытия которые около 100 их они должны закончить благодаря тарифу я надеюсь что у них будет достаточно финансового ресурса и я думаю что мы все будем мы все сделаем чтобы мы были обеспечены беспрерывным водоснабжением спасибо большое наша программа подошла к концу к сожалению хотелось бы еще подробнее об этом поговорить но город стареет и мы должны с этим смириться и бесконечно использовать одно и то же вот ну все вы знаете где-то живете и видите сами что со временем время сказывается на всех то же самое и на системами водоснабжения для тех кто может быть не особо задумывался инфляция у нас по сравнению с 2014 годом составила почти 350 процентов по отношению к доллару а цены остались на насколько я знаю на том же уровне спасибо большое что что вы были с нами спасибо большое зрители за то что смотрите мы встретимся с вами следующую среду опять в этой же программе звоните пишите в фейсбуке задавайте свои вопросы мы их обязательно озвучим спасибо что были с нами телеканал николайф не переключайтесь с нами всегда интересно